Международный финансовый центр в Москве Международный финансовый центр в Москве Достаточно интенсивно работает, имеется интеллектуальный ресурс Я надеюсь, что те задержки, которые мы имеем по развитию законодательства этого года Будут компенсированы активностью следующего года По макроэкономической ситуации Этот год, год закрепления успехов по выходу из кризиса Мы имеем рост кредитования Если в начале года на прогнозы Центрального банка о росте кредитного портфеля на 15% Были скептические замечания аналитиков и замик банкиров То практически мы выходим на эту цифру в конце этого года Мы имеем восстановление доверия в экономике Увеличение спроса на кредит Как со стороны населения, так и со стороны промышленности Мы видим определенную дедолларизацию кредитного портфеля По номинальной стоимости кредиты в долларах США Пали по отношению к началу года При том, что рублевые кредиты, естественно, выросли По инфляции мы имели с вами ценовой шок со стороны продовольственного рынка Который, с одной стороны, был вызван засухой В отдельных европейских регионах С другой стороны, общим ростом цен на продовольствие Обусловленное завершением кризиса В мировой экономике И выставлением спроса на продукты питания Прогнозы по урожаю южного полушария на эту зиму не столь градусные Поэтому цены на продовольствие, скорее всего, будут оставаться высокими Что создает определенные риски для выполнения ориентиров По темпам инфляции на следующий год Однако фактор продовольственной инфляции Мирового уровня цен Не лечится исключительно мерами процентной политики И Центральный банк будет внимательно мониторить эту ситуацию И оценивать, насколько процентные инструменты Смогут содействовать управлению инфляцией в рамках заднего диапазона Как вы знаете, мы четыре раза снижали процентную ставку в этом году Сейчас она находится на историческом минимальном уровне Базовой ставкой сегодня является депозитная ставка Овернайт Банка России 2,5% При этом мы мониторим ситуацию с точки зрения Необходимости сохранения стимулирующей денежной политики Или перехода к нейтральной денежной политике Инфляция остается ниже установленного диапазона Основными направлениями денежной политики на этот год Надеюсь, что она будет ниже прошлогоднего показателя И будет в районе 8,5% Что, конечно же, несколько бессимистичнее, нежели ожидалось в начале года До начала шока цен на продовольственные товары Мы постепенно в течение года сворачивали антикризисные инструменты Сегодня пройдет последний беззалоговый аукцион По предоставлению ресурсов кредитным организациям Я точно знаю, что это последний аукцион в этом году К сожалению, на будущее я не могу столь быть оптимистичен Этот инструмент остается в распоряжении Центрального банка Но он будет применяться в случае крайне кризисных явлений По нашим оценкам, в следующем году применяться такие аукционы не будут Если не брать сегодняшний аукцион То на сегодняшний день перед Банком России погашены все обязательства По беззалоговым кредитам, за исключением отдельных, которые переведены в разряд реструктурируемых Но я думаю, что из пресса вы знаете, о чем идет речь Банк России в этом году сделал серьезные шаги на пути либерализации валютного режима Был расширен плавающий интервал по бивалютной корзине Был отменен фиксированный коридор Рубль стал более плавающей валютой Что, конечно же, отразилось на капитальных потоках И если общий фонд по оттоку капитала оставался более-менее неизменным То приток краткосрочного спекулятивного капитала снизился И начиная с августа месяца мы видим чистый отток капитала Который приводит к тому, что Банк России от сдерживания укрепления рубля Перешел к определенному сдерживанию Ослаблению национальной валюты и сдерживанию владельности При этом минимальные наши объемы интервенций И минимальное влияние на ликвидность С учетом того, что практически Министерство финансов Последние полгода не тратило резервный фонд Исключением, наверное, будет декабрь Уровень ликвидности оставался неизменным И благоприятным для роста кредитования кредитных организаций Как я уже сказал, из-за профицита ликвидности Ключевой ставкой Банка России является депозитная ставка 2,5% На следующий год мы ожидаем, что будет сохраняться профицит ликвидности Мы ожидаем в базовом сценарии, что мы получим этот приток капитала Что цены на них будут оставаться высокими Из-за мер центральных банков по количественному смягчению Мы имеем определенные опасения относительно стабильности европейской зоны Из-за проблем периферийных стран, таких как Ирландия, Португания Есть определенные опасения по поводу Испании и Бельгии Надеюсь, что Европейский Союз и Центральный Банк И Европейский Центральный Банк смогут эффективно преодолеть последствия этого кризиса Но мы ожидаем, что сам кризис в странах финансов будет длиться достаточно долго И пока не очевиден тот механизм, который позволит снизить нагрузку на бюджеты стран еврозоны Таким образом, евро будет оставаться под давлением Это, конечно же, будет оказывать влияние на общий экономический рост И на спрос на российские товары с традиционного экспорта, нефть и газ Мы видим рост инфляционных ожиданий в Китае И китайские власти монетарные осуществляют меры по сдерживанию экономики Однако, по совокупности, мы все-таки видим, что цена нефти будет оставаться достаточно высокой В районе 80 долларов за баррель И это позволит российской экономике жить по второму сценарию В заложенном основном направлении денежной политики на следующий год Касаясь финансового рынка Мы приняли решение о расширении количества площадок, на которых будем проводить операции РИПО В следующем году должны стартовать операции Банка России РИПО на Санкт-Петербургской валютной бирже РИПО, который мы планируем начать на этой площадке, будет несколько отличаться от того, что мы делаем на ММВП Будет применен корзинный подход Участники смогут предоставлять обеспечение Банка России корзину обеспечения, а не отдельные ценные бумаги И осуществлять замену этих ценных бумаг в течение срока жизни сделок РИПО Я уверен, что ММВП также будет применять эти технологии Об этом, наверное, президент расскажет отдельно Президент ММВП Кроме того, мы организационно завершили создание национального расчетного депозитария Я считаю, что с точки зрения инфраструктуры за последние годы это самый важнейший шаг То, что было сделано на российском рынке И теперь задача национального расчетного депозитария Сформировать продуктовую линейку, соответствующую современным требованиям Расчетного в перспективе и центрального депозитария Мы, хотя и вышли из капитала НДЦ Тем не менее, будет плотно работать с НРД И НРД останется нашим базовым депозитарием, где мы будем проводить все свои операции Я считаю, что важнейшей задачей по развитию инфраструктуры на следующий год является создание денежной биржи Которая бы крутила себя и валютные торги, и сделки РИПО, и сделки по депозитным операциям Этот инфраструктурный проект позволит денежному рынку качественно вырасти И получить новую базу инструментов, позволяющую создавать не только стабильные условия Документ финансовых институтов ликвидности Но и позволит Банку России усилить качество и эффективность трансмиссионного механизма Воздействия процентной политики на реальную экономику Что не удалось в этом году, к сожалению, надо признать, что не удалось три значительные вещи, которые мы планировали сделать Это осуществить либерализацию рынка ОФЗ Нам не удалось в прошлом году, в конце прошлого года принять соответствующие законы с участием Государственной Думы Мы пытаемся это сделать в этом году, я надеюсь, что это получится В случае, если законодательство будет принято, ОФЗ получит возбуд на фондовые биржи Будут обращаться параллельно с работой секции ОФЗ на фондовых биржах И со временем, в течение года двух, секция ОФЗ сможет быть демонтирована Министерство финансово должно будет провести тендер на выбор фондовой биржи На которой будут проводиться первичные размещения ОФЗ Второе, к сожалению, что не удалось сделать, это закон о клиринге Российский совет РИПО достаточно много внимания уделил описанию стандартов РИПО Эти стандарты РИПО ориентировались на то, что такой закон будет принят в конце года Сейчас уже есть понимание, что до конца года закон принят, скорее всего, не будет Это очень печально, потому что ликвидационный нейтинг и система управления рисками клиринговых организаций Это то, что, наверное, нас сегодня существенным образом отличает от других развивающихся рынков Где опережающими темпами растут обороты торгов и растет вклад финансового сектора в обыкновенные продукты Позиция Банка России такая, что закон должен быть принят именно с ликвидационным нейтингом Иначе строительство финансового центра в Москве будет лишь лозунгом, но не будет никогда реальностью И последнее, что нам не удалось успеть сделать в этом году, к сожалению, это в недостатках надо говорить, чтобы исправлять их Это изменение бухгалтерского учета для кредитных организаций, производных финансовых инструментов И учет этих сделок для расчета обязательных нормативов Мы практически договорились с группой рабочей инфа и со структурными подразделениями Банка России о том, как эти принципы будут выстраиваться Практически сделаны тексты, эти тексты разосланы в инфа и другие кредитные организации в части бухгалтерского учета Но вот хотели успеть, но не успели сделать в этом году, поэтому в следующем году эта работа продолжится Проект 11-го года, как я уже сказал, с принятием закона о клевинге нам удастся завершить работу над стандартом 3.2 Этот стандарт должен по внутренним сделкам стать правилом, который будут применять и биржи, и участники работы на внебиржевом рынке В следующем году в сотрудничестве с Международной ассоциацией ИКМА планируется создать совет РИПО для стран СНГ Я надеюсь, что мы сможем нашим коллегам из соседних стран оказать спонсорскую помощь в развитии их законодательства Сегодня законодательство РИПО в России опережает наших соседей И таким образом на постсоветском пространстве этот инструмент будет развиваться все активнее и активнее У многих из вас, в ваших финансовых группах есть подразделения и в Казахстане, и на Украине, и у кого-то в Белоруссии Я думаю, что вы тоже кроме заинтересованы в развитии этого бизнеса наших соседей Из инструментов Банка России, как я уже сказал, это будет РИПО на корзину Мы также планируем успеть в середине года сделать РИПО в системе БЭСП То есть участники, которым нужно подкреплять счета в платежной системе БЭСП Смогут минимальными усилиями продавать Банку России в РИПО ценные бумаги И получать ликвидность непосредственно на БЭСП Этот проект делан также с поддержкой национального расчетного депозитария И для нас важнейшим проектом является совместный проект СНОВБ по запуску РИПО с центральным контрагентом Благодаря нашим коллегам из Европейского Союза Мы достаточно получили знания и информации о том, как должна быть устроена система управления рисками У центрального контрагента, я надеюсь, закон о клиринге предоставит весь необходимый инструментарий Для того, чтобы этот инструмент заработал В заключении я хотел бы пожелать вам плодотворной работы И надеюсь, что в течение форума вы сможете получить и новые знания, и полезную информацию для вашего бизнеса Спасибо Спасибо Спасибо